Это программа «Санатов сегодня» в студии Юлия Конькова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вызвали на ковер депутаты поругали чиновника за образовавшиеся дыры в бюджете. В Саратове приземлятся самолеты аэрофлота. Росавиация потребовала в Сарабии перестать быть монополистом. Символы Рериха в колонии. Сужденные проведут экскурсию для осужденных. В тюрьме открылась необычная выставка. В неудобное положение областные депутаты поставили сегодня на публичном заседании председателя комитета капитального строительства Николая Якубовича. Чиновнику пришлось в очередной раз держать ответ за пропавшие бюджетные деньги на ремонт набережной. Позная так нищая заявили парламентарии и предложили уйти ее наполнение. Роман Стракалов наблюдал за депутатскими премиями. Растерян и обескуражен. Скандально известного чиновника Николая Якубовича публично призвали к ответу. Вопрос с разрушающейся новой набережной по-прежнему главный на поездке дня. Областная дума как лобное место для председателя противного комитета. Вопрос с разрушающейся новой набережной по-прежнему главный на поездке дня. Вопрос с разрушающейся новой набережной по-прежнему главный на поездке дня. Эти же вопросы чиновнику задавали почти год назад, когда новая набережная буквально рассыпалась под ногами саратовцев. Но Николай Якубович появился перед прессой в нетрезвом виде и не смог внятно ответить на вопросы журналистов. И до сих пор вопрос об утерянных бюджетных миллионах остается нерешенным. Только за последние два года компании-подрядчику были переданы 372 миллиона рублей. Сейчас в Саратовдестрой находятся в стадии банкротства, а выделенные деньги в бюджет так и не вернулись. Зак Более детально процедура возврата средств и дальнейшую судьбу набережной решено обсудить и 27 марта на заседании профильной комиссии. Пока судьба пропавших денег остается неизвестной. Депутаты нашли способ вернуть в региональный бюджет области миллиард 125 миллионов рублей из федерального бюджета. И это не единственное поступление государственных средств в Саратовскую область. 31 миллион на высокотехнологическую медицинскую помощь, на поддержку семейных ферм, животноводства, на терминское хозяйство порядка 100 миллионов, на терминское хозяйство. И на 31 миллион это на приобретение автобусов для министерства транспорта, то есть они будут для муниципалитета. Парламентарии нашли способ, как сократить расходы на обслуживание госдолга. Сейчас эта сумма превышает 50 миллиардов рублей. Из них 20 миллиардов это бюджетные кредиты. Это сокращение расходов на обслуживание долга. В первую очередь причем замещение коммерческих кредитов бюджетных. Это работает позапрошлый год. В прошлом году губернатор активно проводил. Она будет осуществляться в этом году. Именно на это направлена поддержанная инициатива обратиться к министру финансов, чтобы в Саратовской области было обращено дополнительное внимание и провели реструктуризацию. Но в первую очередь планируется снижение долга по коммерческим кредитам и полный переход на федеральное заимствование. Роман Стрекалов, Дмитрий Соколов, Саратов-24. Продукты со скидкой. В Саратове выпустили продовольственные купоны в рамках благотворительной акции. Сегодня их презентовали на рынке на улице Топольчанской в Солнечном. Карточки, предназначенные для малых имущих. Влада Черняева наблюдала за реакцией покупателей. Пока неуверенно и даже смущенно делает первую покупку по новой системе Юлия Турбина попала в одну из двух категорий граждан, которым выбрали так называемые продуктовые карточки. На каждое из них именование продукта и скидка 20%. Такую социальную помощь смогли получить магазинные среди и семьи с детьми лаидами. Юлия одна из первых, кто обналичил продуктовый пиклон. У нас половина пенсии уходит на продукты, потому что хочется ребенку вкуснее что-то купить, попали из нее. Вот половина пенсии уходит на продукты. Просто творог, слитана, все такие мясные. Ну и фрукты. Вот вообще каждый день он фрукт какой-то обязательный съешь. Ну конечно там больше продуктов с этим карточками, чем без них. Выдачу продуктовых купонов эксперты называют эффективным вариантом поддержки малообеспеченных семей в непростых экономических условиях. Такую инициативу предложили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Стараты в столовой местах городов, где решили сериализовать пилотный проект и даже доработали инициативу. Все проекты, о которых сейчас известно, начиная с первыми, наверное, были в Кировской области, это все связано с бюджетным бюджетом. Они 2000 из бюджета каждый такой семью тратят. И там где-то 17 миллионов они и бюджета у нас. Но это все за счет бизнеса, за счет предпринимателей наших. На сегодняшний день в Саратове выпустили 200 тысяч продуктовых карточек. Получите снова более 2000 с темей. Для этого нужно обратиться в Министерство социальной защиты. Вы только воспользоваться скидкой пока можно только на одном рынке. Он находится в поселке Солнечный. Здесь обещают, что скидки делают по-честному. Цены на основные продукты не поднимутся. Мы все на скидки делаем на момент этой акции. Вот это очень важно пересмотреть. Все остальные, они там, видишь, как вы, подняли цены, да, потом скидки делали 10 процентов, но и все осталось. В декабре они многие изобряли цены. Мы зафиксировали их, зафиксировали, и их можно подойти и посмотреть. Кроме того, каждому владельцу продуктовую карту, вернув деньги за проезд. 17 рублей можно получить в конце рынка даже без предъявления признанного билета. На рынке также установили тюрт гласности. Здесь каждый желающий может задать любые вопросы, касающиеся льготной корзины. Обращение записывается на веб-камеру, после чего направляется в администрацию рынка и членам общественной палаты. Таким образом планируют контролировать цены и качество обслуживания. А пока на новом день им здесь довольно продуктовая карточка, оправдала Надежда Юлия Турбиной. Личная беседа, она признается, сэкономия на 20 процентов были очень нужны. На них сможет купить необходимые вещи для своей дочки. Акция продлится до 1 июня. Дальше, по словам общественников, будет видно, готов ли бизнес помогать неимущим семьям. Если получится и дальше находить небюджетные источники на оплату продуктовых картижек, инициативу продлят. Глава Черняева, Александр Печенко, Саратов, 24. Наркотические конфеты. В Саратове появилась угроза распространения нового психоактивного вещества. Среду обычной слабости и жевательные резинки вызывают моментальное привыкание. Обратно сегодня рассказал представитель региональной службы по контролю за оборотом наркотиков на заседание общественного совета. В конце февраля в профильное управление на телефон доверия поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что в одной из школ Кировского района дети передают друг другу подозрительные конфеты и жевательные резинки. В их составе, подозревая специалиста, содержатся синтетические наркотики. Однако дети об этом даже не подозревают. В Саратове тут же была организована специальная проверка. Нам сообщили, что на территории школы распространение идет конфеток, которые вызывают привыкание. Мы эту информацию проверили. Информацию эту проверили. Спайс вызывает привыкание с первого раза потребления. Развиваются шизофрения, психические расстройства. Почему вам привести употребление таких наркотиков? Представители регионального управления госнаркоконтроля показали посредством короткометражного фильма, основанного на реальных событиях. Чтобы предотвратить радичные случаи, в Саратове и по всей стране проходит специальная акция, в основе которой проводится круглосуточный прием звонков на горячую линию. По звонить по телефону 210-410, каждый может оставить даже анонимное сообщение. Росавиация потребовала пустить в Саратовский аэропорт новые компании, причем в ультимативной форме. На специальном совещании в столице обсуждали деятельность компании «Саратовский авиалюбор». Информация представителей правительства. Она грубо нарушает федеральное законодательство, фактически игнорируя неоднократные предупреждения со стороны контрольно-надзорных органов. Как теперь может измениться работа аэропорта, выясняла Дарья Гурьянова. Непредвиденное пике ожидает бизнес саратовских авиаперевозок. Уже через два месяца компания «Саравия» может потерять статус монополиста в этой сфере. Многочисленные жалобы пассажиров на низкое качество услуг и залученные цены на билеты привлекли внимание федеральной власти. Причем реакция оказалась бескомпромиссной. Ведь, как выяснилось, Саратовская область – единственный регион России, где воздушные перевозки находятся в руках только одной авиакомпании, руководству которой долгое время удавалось сохранять особое положение. Один перевозчик, который не выполнил 599-е постановление правительства Российской Федерации от 2009 года, где было предписано согласовать и найти возможность разместить других перевозчиков. Назывались разная причина, но, как правило, ответов от Саратовских авиалиний на обращение других перевозчиков просто не было. Решение проблемы пошло на взлет буквально вчера после совещания в Федеральном агентстве воздушного транспорта. По его итогам доступ к Саратовскому рынку авиаперевозок получили крупнейшие российские компании – «Аэрокод» и «Руслайн». Это другой тип самолетов, более комфортабельных, более новых, и понижение ценов. Там предполагалось даже «Руслайном». Предложили постоянный маршрут Саратов в Санкт-Петербург, другие варианты. По предварительным оценкам стоимость билетов может сократиться почти на 50%. Конкуренция с авиадигантами должна заставить руководство пока единственного саратовского перевозчика пересмотреть свои взгляды на комфортное требование в воздухе. Однако даже ввиду скорой ратировки сил генеральный директор ни стратегии, ни тактику менять не собирается. Скорее оскорбленным тоном говорит о несправедливой критике. «Мы эксплуатируем, зависимо, сюда и драгу. От этой марки ходить не хотим. У нас на сегодняшний день, наверное, за год подготовили летный состав. Были у нас проблемы, у всех, тех, кто приходит от российских скидок на какие-то страны, у всех бывают. Мы не исключение». «На самом деле, ужасно. «Сначала верили на два штаба верные, потом мы обманчали, мы верили, потом мы усадили, мы сидели, мы сказали, что двигатель заводится, мы усадили, у нас останавливали, мы застали. Сводки СМИ регулярно пополняют новости о неисправности в самолетах местной авиакомпании. Буквально на днях общественный резонанс вызвал сообщение о том, что у саратовского якобы при взлете отказал двигатель. К счастью, самолет не успел подняться в воздух. Несмотря на сомнительный уровень безопасности, Саравия дает шанс доказать свою конкурентноспособность. У них и в наличии лицензии, они эксплуатируются за свои самолеты, будет проведена проверка, тогда уже по результатам этой проверки можно будет говорить о технической готовности или способности безаварийной перевозить. А на следующий день все это выполняется, самолеты совершают свои перевозки, опасения нет. Местные власти уверены, что появление новых авиакомпаний заставит двигаться неповоротливый механизм саратовского монополиста. Ведь судьба аэробуса, который недавно разбился во французских Альпах, не позволяет ждать, когда в авиабизнесе произойдет естественный отбор. Дарья Агурьянова, Дмитрий Соколов, Саратов, 24. Высокое искусство за решеткой. В одной из исправительных колоний Энгельса привезли продукцию великого художника. Цель пробудить в заключенных духовное. Причем экскурсию по полотнам Рериха проводил один из усужденных. И описание каждой картины выразил творческим. Ария Смирнова увидела, как преступники воспринимают духовные сыровые гения. Давайте, наверное, подойдем к картине, сейчас посмотрим. Так, если можно, да, к картине подойти, сейчас я вам буду. Тяга к искусству лишь с разрешения конвойных. Просто живописные полотна на время заключили, места не стали отдаленные. Художественный путь Николая Рериха теперь проходит. Осужденные 13 колонии, пусть всего лишь-то по репродукциям. Вижу философику, вижу в основном духовность, воспитание духовности, любовь к земле к родным природам. Это фундаментальная стена монастырь, плашни и выходящие после молитвы старцы монахи, несущие в руках чаши со светом. Чаша света – это божественная мудрость, знания, наука, которую они несут народу. Несет народу голосовский смысл картин Рериха о духовном исцелении и жизни в труде. Осужденный Сергей Лежнев раньше был далек от искусства, несмотря на то, что жил рядом с Ветериховкой и вращался в элитных кругах. Возил брата Леонида Брежнева. А вот пострелял немножко вот так вот. Я могу вот так, а он говорит, нет, ты есть русский, не любит нас, что нас способны. Ну, я здесь, а вот так, на Канаду говорю. А теперь, ну, зачем? Впервые за 8 лет философское «Зачем?» задает их, вдохновленный Рерихом. Под впечатлением перенес художественные линии в стихи. На каждую картину свой поэтический шаш. На переднем плане шествие монахов, что идут к источнику вечернюю порой, поза их спокойной, на должном расстоянии, чтоб не искушаться болтовлей пустой. Не тратя лишних слов, профессиональные гиды в стране планируют новые колониальные выставки. Проект, в рамках которого один из культурных центров Саратова в Рейнове предоставил репродукции среди тюремной общественности. Вызвул резонанс. Следующая выставка, она будет потом оказаться. Потом мы планировали, как бы, сделать грибов, но тогда, как у них очень активные люди, потому что мы надеемся думаем, что летом мы сделали еще одну выставку, А тут, что выживание делать, что по всему Ван Гогу. Не дожидаясь репродукции Ван Гога, сами выводят в его необычные, вихреобразные штрихи. Полуденный отдых, кисти осужденного Андрея Осколкова. Он начал писать картины, лишь попав в колонию. С удовольствием, отдыхающим, успокаивающим. Я даже забываю, что я пишу картины, что я пишу картины, что я пишу картины в колонии. Сейчас я пишу картины. Истина его художественного роста. Живопись, как способ абстрагироваться от тюремной действительности, за три срока, которые отбывал в колониях, написал свыше ста картин, но, кажется, так и остался равнодушен к духовности. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. В Саратове выступили лучшие футбольные фристайлеры страны и мира. В одном из торгово-развлекательных центров прошел чемпионат по необычному виду спорта. Участники соревнований в буквальном смысле танцевали с мячом и исполняли акробатические номера. Как это возможно, играть в футбол без вратаря и специального поля, выяснял Денис Старенко. Разминаются, как перед футбольным матчем. Правда, к футболу здесь остался, пожалуй, только мяч. Вместо целой команды один гибкий спортсмен. Вместо четких правил полные хакутские. В футбольном фристайле можно делать все. Главное, чтобы мяч не коснулся пола. Турбнир по-новому для Саратова виду спорта прошел в одном из торговых центров города. Показать все свое мастерство приехали десятки спортсменов со всей России и даже из-за границы. Приехало больше 30 участников, более чем 10 регионов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Выборг, Самара, Пензи и так далее. Очень много участников. Есть такие участники в России и в мире даже. Судья смотрит на другие параметры, как сложность, усилие и слабое. Чтобы достойно выступать на таких крупных соревнованиях, крепких нервов явно недостаточно. Рилья Фенруклуева занимается фристайлом всего несколько месяцев, но уже уверенно держит мяч. В личном зачете участвовать пока не решается. Но чтобы представить свою школу фристайла, приехала в Саратов специально из Москвы и удивила участников, став единственной девушкой на турнире. Время могу вас встретить. Действительно, в России очень мало именно девушек в фристайле. Почему вы приходите? Представьте, представьте. Как приходите? Нет. Нет. Ты сам трогаешься. На сцену выходят лучшие спортсмены. Сначала квалификация, потом одна восьмая, четверть, полуфинал и финал. Турнир шел несколько часов и собрал толпу зрителей, которые отложили на время своей покупки и смотрели, как завороженные на футбольное представление. В Саратове футбольный фристайл становится все более популярным. Несколько лет назад это было похоже больше на субкультуру. Теперь же выходит на профессиональный уровень. Саратовские спортсмены становятся лучшими в России и мире. Денис Китаренко, Роман Шинзяев, Саратов 24. Это были все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин